С древних времен секреты и мастерства большинства профессий передавались по наследству. От отца к сыну, от матери к дочери. Сегодня трудовые династии встречаются среди предпринимателей, ученых, артистов, врачей. Есть такие и в Одинцовском округе. Девушки отдыхают. Друг от друга ничего не утаишь. С близкими людьми проще работать, чем с чужими. Дмитрию 39. В школе он мечтал стать автослесарем-механиком. Затем получил среднее специальное образование по специальности каменщик. При этом находить общий язык с электрикой удавалось всегда. Хотя этому он нигде не учился. С выбором будущей профессии помогла определиться армия. Дмитрий служил на подводной лодке. Там и стал электриком. Сначала трудился на стройках. Кстати, был одним из тех, кто строил котельную номер 9. Протягивал кабели, трубы. А потом появилась мечта. Попасть сюда на работу. Сейчас признается, что работа нравится. Своим постоянством и в то же время разнообразием. У меня каждый день это разный. Я оденил, допустим, лампочки меня. Второй день поехал, двигатель поменял. Здоровый двигатель. Мы разобрали подшипник. Разнообразие. Признается, что в работе очень важно соблюдать все правила техники безопасности. Поэтому сотрудники котельной регулярно сдают зачеты. А каждые полгода экзамены по охране труда. Сдавать экзамены приходится и самому старшему представителю семьи Евгению Анатольевичу. Ему 63. Уже три года он на пенсии. Однако желание помочь детям и здоровье позволяют продолжать работать. Например, он весьма ловко взбирается на лестницу, чтобы заменить перегоревшие лампы. В свое время он хотел стать радиомонтажником. Однако не сложилось. Набор на эту специальность тогда закончился. После этого отучился два года на электрика. Теперь о выборе не жалеет. Учился на нее вроде ничего. Ничего, как сказать, мало. Не очень много мороза. Я после армии работал. Каменщик, монтажник. Ну, там холодновато, конечно. Не скажу, что все это. Хотя и платят тоже нормально. Алло. Да, не заняты. Почти сделали все. Прикол? Да, сейчас едем. Приколы? Да, сейчас едем. Собираемся, едем. Кисти, отвертки, плоскогубцы. Бригада собирает свои инструменты и, не задерживаясь, выезжает на вызов. Мобильность помогает им отправляться для ремонта двигателей и замены пришедших негодность деталей на разные объекты Одинцовского округа. От МКАД до Кубинки. Неисправности устраняют быстро. Ведь главное в работе для доброхотовых – это оперативность и высокое качество выполненной работы. Борис Аркадьевич переехал из Иваново-Водинцова в 2000 году. После окончания мединститута стал служить по контракту в 25-м Центральном военном клиническом госпитале ракетных войск в отделении компьютерной магнитно-резонансной томографии. Все это немного завораживало своей новизной, своими неисчерпаемыми возможностями. И вот так получилось, что я тоже закончил мединститут, потом закончил интернатуру по лентинологии и выбрал вот эту специальность. Сейчас он заведует отделением лучевой диагностики Одинцовской областной больницы, куда пришел работать в 2014 году. Тогда еще в Одинцовскую Центральную районную больницу. Сначала руководил 18 сотрудниками, сегодня их 60. В стационаре налажена круглосуточная работа в новой поликлинике с 8 утра до 8 вечера. При этом отделение лучевой диагностики, которым заведует Борис Аркадьевич, входит в пятерку лучших по Подмосковью. Я делаю все. Я не могу оторваться и уйти полностью в административную работу. День начинается, как он начнется, я не знаю. День начинается, как всегда, с телефона. Телефон может звонить в 6, в 7. И тут ты уже понимаешь, куда ты должен лететь сейчас. Либо в стационар, либо в поликлинику, либо куда-то по нашим многочисленным объектам, разбросанным по Одинцовскому району. И вот целый день, это называется, как белка в колесе. Ты бежишь туда, где сейчас возникает какая-то проблема и где нужно что-то сделать и помочь. Возможно, такому подходу к работе он учился у своего отца Аркадия Борисовича, который тоже сейчас трудится в отделении лучевой диагностики. Ему 74. Когда-то учился в математической школе, должен был пойти в МГУ, но выбрал медицину, а затем и рентгенологию. И не жалеет об этом. Без громких слов, поскольку я отработал больше 50 лет, значит, что-то значит. Если бы это не значило, наверное, я бы давно уже куда-то в другую сторону шел. Тем более в те времена, когда люди в бизнес какой-то шли и так далее и тому подобное. Значит, видимо, все. При этом медицинская династия Гораська продолжается. Все самые близкие Бориса Аркадьевича – медики. Его старшая сестра Нина – анестезиолог-реаниматолог. Жена Анна – врач ультразвуковой диагностики. Кстати, сама из династии военных врачей. Медиками хотят стать и обе дочери. 18-летняя Дана – стоматологом, а 16-летняя Александра собирается пойти по стопам отца, заняться лучевой диагностикой. Два младших сына еще слишком малы, чтобы определиться с будущей профессией. Михаилу – 7, Льву – 5 лет. Но не исключено, что и они в дальнейшем займутся медициной. Ведь два предыдущих поколения этой большой семьи не променяют свою работу ни на какую другую. Сложно, но очень интересно. И чем дальше, тем интереснее. Это очень интересная работа. Она меня захватывает, я бы даже сказал. И уже без нее, наверное, будет тяжело, скучно и грустно в этой жизни. Александр Петрович не выбирал педагогику. Она сама его выбрала. Он окончил Московский станкоинструментальный институт, получив отличное инженерное образование. Учителем не хотел становиться, глядя на маму Тамару Васильевну, которая преподавала немецкий язык в Захаровской школе. Поздно приходила с работы и продолжала проверять домашние задания и готовиться к урокам. Однако в 1992 году, когда мама уже была директором, временно пришел на работу трудовиком. С мальчишками работала, конечно, оно втянуло сразу. Оно затянуло, потому что, наверное, это все-таки наше было. И мы с ребятами за год, мы с ребятами за год, вот они ничего не умели, мы за год сделали очень много, к нам приезжали со всей области, интересовались нашим опытом. После этого в школу пришел работать и младший брат Александра, Андрей. Он также окончил станкиин и также не собирался быть педагогом. Однако судьба нашла и его. Он стал учителем физики. Потом был директором Центра детского творчества Пушкинская школа, директором лицея-интерната в Ершове. Сейчас взял перерыв в работе. А Александр Петрович в 2001 году сменил свою маму на посту директора Захаровской школы. Руководит ею и по сей день. Сегодня в школе созданы домашняя обстановка и действительно комфортные условия для учебы и дополнительного образования. И многие дети проводят здесь все свое время, с утра до вечера. С ними работает и заместитель директора по воспитательной работе Светлана Васильевна, невестка Александра Петровича, супруга его брата Андрея. Она, кстати, тоже из педагогической династии. Бабушка была учителем музыки, мама преподавала иностранные языки в Захаровской школе. Я, наверное, как все девочки, мечтала быть актрисой. Но я считаю, что педагогическая работа – это тоже актерская деятельность. Поэтому, наверное, моя мечта сбылась. Александр Петрович признается, что в его роду уже лет 200 есть учителя. Супруга Ольга Алексеевна также работает в Захаровской школе уже 14 лет, преподает английский язык. Педагогами стали и обе дочери. Старшая Екатерина работает учителем начальных классов, младшая Анна учит ребят иностранным языкам. В педагогическом вузе учится и племянник Дмитрий, на преподавателя географии и китайского языка. Поэтому в большой семье Шутиковых не мыслят своей жизни без работы в школе. Это жизнь. Потому что каждый день общение с детьми, оно приносит только радость. И я не знаю, если бы не было этой работы, мне кажется, жизнь была бы скучной. Помимо того, что это, конечно, тяжелый труд, это очень колоссальное удовольствие – работа с детьми. В 1991 году на Одинцовской земле появился театр «Калинка» от Натальи. Его организовала заслуженная работник культуры Московской области Раиса Ивановна Бондарева. Именно она передала своей дочери Наталье любовь к пению, родной истории и национальной культуре. У нас так получилось, что у нас весь род музыкальный. Прабабушки, бабушка, мама, я и даже дочура, которой мы передаем именно любовь к музыке. Сначала Наталья собиралась быть художником-модельером. Осознанное решение заниматься музыкой у нее появилось в седьмом классе. После этого экстерном были пройдены музыкальные школы, училища, академия, консерватория. Однако увлечение модой не стало лишним. Сегодня театр Натальи Бондаревой – это не только авторская музыка и эксклюзивные спектакли, но и уникальные декорации и костюмы. Подрастает в семье Бондаревых и новая звезда – дочь Натальи Мариамна. На сцену девочка впервые вышла в 4 года. Выступала в рождественском спектакле в зале церковных соборов «Храма Христа Спасителя». Марьяше сейчас пока 12 лет. Она любит петь. Любит все-таки, я очень рада участвовать в спектаклях. Очень любит находиться в диалоге именно с актерами команды. Поэтому театральные команды любят с ними репетировать, выступать. Поэтому, в принципе, я думаю, что если я к этому пришла, она это приняла сразу своим сердцем. Сегодня в театре служат около 30 человек. Команда, которая за долгие годы тоже стала семьей. Здесь царит своя особая и уникальная атмосфера, созданная за годы существования театра, который Наталья очень дорожит. Сегодня в различных отделах окружного ОМВД служат представители порядка 15 династий. Одна из них – и Шараповы. Наталья Михайловна – майор внутренней службы. Она работает главным бухгалтером в ОМВД по Одинцовскому округу. Этим летом будет уже 20 лет. Служить в органах внутренних дел мечтала с детства. В бухгалтерию пришла младшим инспектором, помощником бухгалтера. И никогда даже не рассматривала свою дальнейшую профессиональную деятельность на гражданке. Не знаю, служить для меня – это все, погоны для меня – это все, стремление помочь – это совсем другая жизнь. Не то, что на гражданке. Я считаю так. Это более такая ответственность, более серьезный подход жизненный. Ее дочь Анастасия несет службу в дежурной части управления. Она еще учится. Заочно получает высшее юридическое образование. Девушке всего 22, но в полиции она уже пятый год. Хотя это только официально. Ведь Анастасия родилась в семье сотрудников органов внутренних дел. Отец 20 лет служил в госавтоинспекции соседнего Краснознаменска. Сейчас на пенсии. Такой пример, который я видела в родителях, я всегда его представляла. И представляла, наверное, с ранних лет. Себя именно в этой профессии примеряла. Очень хотела и старалась попасть именно в органы. Я думаю, что наша династия на этом не окончится. Потому что подрастает младшая сестра. Я думаю, что она тоже все-таки займет свои ряды. И наша семья будет в погонах полностью. Сейчас в Федеральном научном центре овощеводства работают две Елены – мама и дочь. Обе окончили МГУ. Елена Георгиевна – биофак, кафедру микробиологии. После этого поступила в аспирантуру. Тогда еще в НИИСОК – Всесоюзного научно-исследовательского института селекции и семеноводства овощных культур. В следующем году будет уже 40 лет, как она работает здесь. В лаборатории иммунитета и защиты растений, где трудится Елена Георгиевна, изучают болезни растений. От причин заболеваний до биологии самого патогена и определения устойчивости растения к тому или иному микроорганизму-возбудителю. Ученый считает, что эта работа творческая. Здесь всегда есть что-то новое. То есть нет стандартных решений. Здесь нельзя пойти просто как на конвейере. Или по стандартной, допустим, можно использовать даже стандартную методику, но получить совершенно другие результаты. которые ты должна объяснить, понять, что это значит и к чему это может привести. С этим согласна и дочь. Сейчас Елене 27. Она учится в аспирантории Федерального научного центра овощеводства и работает в новой лаборатории репродуктивной биотехнологии и селекции сельскохозяйственных растений. Помимо самой работы с растениями, ученые также делятся своим опытом со своими зарубежными коллегами на международных конференциях. Елена уже была в Италии и Австрии. А на втором году обучения удалось получить грант. Сейчас пишет диссертацию по результатам этих исследований. Научник, вот если это интересная научная сфера, научник везде найдет свой интерес. И в какой бы лабораторию он ни попал, чем бы он ни начал заниматься, всегда можно найти что-то захватывающее. И поэтому то, что даже я сменила профиль, я абсолютно не жалею. И в этом тоже я нашла уже очень много интересного. И сейчас я горю идеями в этой сфере, в этой области. Представители профессиональных династий трудятся в Одинцовском округе в абсолютно разных сферах деятельности. Однако всех их объединяет одно – безграничная любовь к своему делу, которую они не променяют ни на какое другое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова